10 советов для постоянного роста Упор на негативную часть движения Мышечный рост вследствие мышечного сокращения Наиболее полным оно бывает, когда мышца удлиняется под действием веса, а не укорачивается Сообразили? Когда вы поднимаете штангу на бицепс, он собирается в комок, сокращает длину А вот когда вы опускаете штангу, он наоборот растягивается Как раз эта фаза и будет для роста массы самой эффективной Хочешь массу, поднимай вес на счет 1-2, а опускай на 1-2-3-4 Исключений нет В любом упражнении намедленно затягивай возвратную часть движения Номер 2. Ешь рыбу Мясо рыбы буквально пропитано жиром Он вреден? Как раз наоборот Если есть в рыбе одна разновидность жиров омега-3, которая бешено важна для культуриста Она действует словно стероиды Более того, повышает чувствительность мышечных клеток к инсулину В итоге в клетке попадает больше глюкозы, растет сила и масса Омега-3 помогает закачивать внутрь мышц больше аминокислот Опять же растет масса Экономит гликоген и повышает уровень глютамина в мышцах Например, жиры омега-3 широко продаются в аптеках в виде пищевой добавки Номер 3. Ешь соль Я не шучу Соль жизненно важна для роста массы Культуристы перед турниром вообще ее не едят Поскольку натрий из соли вызывает задержку воды под кожей Но тот же натрий в межсезонье активно участвует в накоплении гликогена Он же облегчает проникновение в клетки мышц аминокислот И повышает чувствительность мышц к инсулину Малосолевая диета с гарантией тормозит набор массы Номер 4. Нет аэробики Спорный совет В период набора массы об аэробике надо забыть Доказано Аэробика снижает силу за счет расхода мышечного гликогена Но хуже всего то, что любая аэробная активность Будь то плавание, бег или велосипед Приводит к распаду в мышцах аминокислот БЦА, лицина, изолицина и валина А ведь именно они отвечают за рост мышечных объемов Чем меньше в мышцах БЦА, тем меньше мышцы Короче, скажите аэробики нет Номер 5. Чем сильнее, тем больше Величина мышцы пропорциональна ее силе И что? А то, что надо качать силу Вот тогда и начнется мышечный рост Из физики известно, что сила это масса Поделенная на время Вот и получается, что чем быстрее поднимаешь вес Тем больше сил надо прикладывать Так что первую фазу упражнения всегда начинай мощнейшим взрывным усилием Будешь сильнее, а значит больше Номер 6. Калорийность То вверх, то вниз Без сверхкалорийного питания массы не видать Это ясно каждому Но вместе с массой растет и подкожный жир Как быть? Ты уже определил для себя По форме среднесуточное число калорий Например, 3000 А теперь возьми и подними его в половину до 4500 калорий Но только на 3 дня Это сразу же приведет к повышению уровня гликогена в мышцах Станешь еще сильнее и больше Потом возвращайся к обычной калорийности Пока не началось превращение лишних калорий в жир Этот способ дает хороший толчок массе Его же всегда используют, когда надо выйти из застоя Лучшего пока никто еще не придумал Номер 7. Отдых Тяжелый тренинг подавляет секрецию половых гормонов И усиливает концентрацию кортизола в крови Параллельно ухудшается способность мышц Накапливать в себе гликоген Как быть? Наблюдайте за собой И если половое влечение пошло на спад Дайте себе 2 полных дня отдыха от тренинга Это с гарантией приведет организм в норму Потом сами увидите, что накачка идет лучше Так и должно быть Гормонов стало больше Номер 8. Ешьте ночью Чтобы улучшить усвоение пищи И максимально ускорить метаболизм Надо есть часто, до 6 раз в день А как же ночной сон? Выходит, мышцы остаются без питания 7-8 часов Да, и это сильно тормозит рост мышц Надо есть и ночью Чтобы облегчить эту процедуру Принимайте белково-углеводную смесь Неплохо добавить сюда же Кое-что из списка трех самых убойных добавок Когда есть? Где-то посередине своего сна Номер 9. Тренировки в стиле пауэрлифтинга Есть 3 способа тренировки мышц Первый, это когда в сете больше 15 повторений Такой тренинг развивает мышечную выносливость Но никак не массу Когда повторений не больше 12 Растут и сила мышц, и их масса Да, вот проблема Такой метод не работает долго Выход в методике пауэрлифтинга Здесь поднимают вес 2-4 раза Это круто растит силу Но не дает существенную прибавку в массе Тем не менее, через месяц-полтора базового тренинга Обязательно практикуйте неделю пауэрлифтинга Вы прибавите в силе и за счет этого сможете поднять тренировочные веса В своей базовой программе Это обязательно даст толчок к росту массы Номер 10. Спортивные добавки нужны Тяжелый тренинг ослабляет иммунитет В ответ организм отбирает у мышц глютамин Аминокислоту, которая способна поднять иммунную устойчивость тела Оставшись без глютамина, мышцы слабеют Так что глютамин надо обязательно принимать Дополнительно Вторая поважность добавка, без которой ну никак не обойтись При тренинге на массу Креатин Вообще-то он содержится в мясе Но сколько же этого мяса надо съесть? Проще отмерить себе креатин в чистом виде Тогда ошибки не будет Третья добавка Аминокислоты, валин, лицин и залицин, BCA Они разрушаются в мышцах при интенсивном тренинге Поэтому их тоже надо грузить в себя дополнительно А вот протеин предпочтительно натуральный Применяйте смеси только когда у вас нет шанса поесть нормально Понравилось видео? Ставь лайк Подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok